Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Холли Джексон. Хороших девочек не убивают. Часть первая. Глава первая. Ты познала, где проживало это семейство. В Литтл Килтоне о них знал каждый. Их жилище давно снискало дурную славу. Соседи, проходя мимо, понижали голос, а то и вовсе замолкали и старались ускорить шаг. Местная ребятня по пути из школы собиралась стайками у злосчастного дома. Шумно споря, дети подначивали друг друга добежать и дотронуться до ворот. Можно было подумать, что в этом старом доме живут привидения. Никаких привидений, разумеется, там не водилось. Ни внезапно вспыхивающих огней, ни произвольно падающих стульев. Лишь красовалась, выведенная на фасаде чёрным маркером ругательство, дозияли разбитые окна. А за ними трое несчастных людей пытались жить по-старому. Пипа всегда удивлялась, почему они до сих пор не уехали. Не то чтобы их к этому вынуждали. Они ни в чём, ни перед кем не провинились. И всё же девушка не представляла, как можно так жить. Пипа много читала и много знала. Например, что гипопотомонстрессосквипидалиофобия — термин, обозначающий боязнь длинных волос, что младенцы рождаются в бесколенных чашечек. Она наизусть цитировала Платона и Катона, знала, что существует более четырёх тысяч сортов картофеля. Однако ей было совершенно непонятно, как семейству синхов хватало силы духа продолжать жить в этом маленьком городишке, где их повсюду провожали удивлённо брезгливые взгляды, знакомые намеренно громко перешёптывались у них за спиной, а соседи при встрече лишь из вежливости здоровались и старались поскорее ретироваться. По закону подлости, общеобразовательная школа Литтл Килтона находилась совсем близко от злосчастного дома. Та самая школа, в которой учились Энди Белл и Сэл Синк, и куда Пипе предстояло вернуться через несколько недель, когда ласковое августовское солнышко превратится в осеннее. Пипа остановилась у забора, положила руку на ворота, невиданная храбрость. Половина местных ребятишек на такое ни за что бы не решилась. Она в задумчивости скользнула взглядом по тропинке до входной двери. Казалось бы, всего несколько футов. На самом же деле, между домом и тем местом, где сейчас стояла Пипа, пролегала невидимая пропасть. Наверное, затея никуда не годится. Солнце уже начинало припекать, и она почувствовала, как джинсы липнут к коленкам. Точнее, затея-то, может, и неплохая, но очень рискованная. Величайшие умы человечества, как известно, испокон веков советовали рисковать, если сомневаешься. Только таким девизом можно оправдать любой самый глупый поступок. Преодолев пропасть, девушка подошла ко входу и, собравшись с духом, постучала три раза. Увидела свое отражение в стеклянной двери. Длинные темные волосы с выцветшими кончиками, бледное лицо, хотя она целую неделю провела на юге Франции. Пипа застыла в напряженном ожидании, словно готовясь к нападению. Глаза болотного цвета уставились прямо перед собой. Послышалось звяканье сбрасываемой дверной цепочки, дважды повернулся ключ. На пороге, придерживая одной рукой полуотворенную дверь, стоял молодой парень. «Здравствуй», — поприветствовал он. Пипа заморгала, чтобы не смущать собеседника слишком пристальным взглядом. Но это не помогло. Она просто не могла не таращиться на парня. Как он похож на Сэла. Такого, каким она видела его в новостях по телевизору и на газетных фотографиях. Вживую Сэла она уже почти не помнила. У Рави были такие же, как у брата, зачёсанные на бок непослушные тёмные волосы, густые брови домиком и смуглая кожа. «Здравствуй», — повторил он. Застегнутая врасплох, Пипа не успела включить обояшку. Слишком отвлеклась на разглядывание давнего знакомого. Она отметила, что, в отличие от Сэла, на подбородке у брата есть ямочка, прямо как у неё самой, и он заметно подрос с их последней встречи. «Эм, привет, Рави». Пипа неуклюже махнула рукой в знак приветствия и тут же смутилась ещё больше. «Привет, ты кто?» «Я... Ты меня не знаешь?» «Меня зовут Пипа Фитсамади. Мы с тобой когда-то учились вместе в школе. Правда, я на два года младше». «Ясно». «Хотела узнать, не мог бы ты уделить мне буквально одно мгновение? Ну, то есть не одно, конечно. Кстати, ты знаешь, что миг — это одна сотая доля секунды. В общем, не мог бы ты мне уделить несколько мгновений?» «Вот так всегда». Когда сильно нервничала или чувствовала себя припёртой к стенке, Пипа, чтобы казаться остроумной, начинала совершенно не к месту бросаться никому ненужными фактами. Мало того, тон её, как назло, становился при этом страшно высокомерным, словно она хотела выпендриться и показать себя умней и утончённее, чем на самом деле, этакой девушкой из высшего общества. Просто смешно. Она и припомнить не смогла бы, когда в последний раз произносила слово «миг». «Что?» — сконфуженно переспросил Рави. «Да ничего, извини», — ответила Пипа. «Я просто делаю ВКП в школе и...» «Что такое ВКП?» «Выпускной квалификационный проект. Это проект, над которым работаешь самостоятельно в последнем классе. Его нужно представить в конце года для получения аттестата о полном общем образовании. Тему можно выбрать по желанию». «А, понятно. Я до такого не доучился. Ушёл, как только смог». «Хм. Ну так вот. Хотела спросить, не согласишься ли ты дать мне интервью для проекта?» «А о чём он?» Густые брови парня поползли к переносице. «Эм... о том, что случилось пять лет назад». Рави шумно выдохнул и поджал губы, словно сдерживая гнев. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Потому что я считаю, что твой брат невиновен, и попробую это доказать». Пипа. Фиц. Амади. ВКП. 1.08.2017. Журнал расследования. Запись. Первая. Журнал расследования предназначен для того, чтобы описывать в нём все встречающиеся в ходе работы трудности, отмечать прогресс и обозначить конечные цели. Мой журнал будет несколько отличаться от обычного. Я собираюсь описывать своё расследование во всех подробностях, отмечать малейшие детали, как существенные с моей точки зрения, так и не очень. Сейчас ещё непонятно, что в конце концов окажется наиболее важным и о чём я напишу в заключении. Конечная цель пока тоже не ясна. К чему приведёт моё расследование, покажет время. Тогда и буду думать, о чём сообщать в финальном докладе. А пока нужно набраться терпения и работать. Выходит, это будет что-то вроде дневника? Надеюсь, не получится обычное сочинение вроде тех, что я сдавала миссис Морган. Очень хочется выяснить правду, что же на самом деле случилось с Энди Белл 20 апреля 2012 года. И если меня не подводит шестое чувство, и Салил Сэл не виноват, то кто же её убил? Не думаю, что мне удастся распутать это дело и найти убийцу Энди. Я всё-таки не полицейский. У меня нет в распоряжении криминалистической лаборатории, очевидно. Да и тщетных иллюзий я не питаю. Просто хочется надеяться, что в ходе расследования скроются факты, которые будут явно свидетельствовать о невиновности Сэлла и о том, что полицейские слишком поторопились закрыть дело. Основными методами расследования будут беседы со всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к делу, доскональное изучение социальных сетей и мои собственные безумные предположения. Ни в коем случае не показывать эти записи миссис Морган. На первом этапе необходимо выяснить, что же случилось с Андреа Белл, которую все знают как Энди и при каких обстоятельствах она пропала. Информационными источниками послужат газетные статьи и пресс-конференции с представителями полиции, проводившиеся в то время. Указать все источники, чтобы потом к этому не возвращаться. Далее приводятся цитаты из новостного выпуска на национальном телевидении, в котором впервые сообщалось о ее исчезновении. По сообщению полиции, к ним поступило заявление о пропаже 17-летней Андреа Белл, проживающей в городе Литтл-Килтон, графство Бакингемшир. В прошлую пятницу она ушла из дома и не вернулась. Девушка уехала на своем автомобиле, черном Peugeot 206. При себе имела телефон, но никакой сменной одежды. Полицейские называют ее исчезновение совершенно нетипичным. Поисковики все выходные прочесывали лесопосадку рядом с домом пропавшей. По описанию Андреа, известная как Энди, белая девушка, рост 5 футов 6 дюймов, 1 метр 67 сантиметров. Волосы длинные, светлые. В вечер исчезновения она, предположительно, была одета в темные джинсы и синий укороченный джемпер. Позже, после всего случившегося, в прессе появилось больше подробностей. Сообщалось, когда Энди в последний раз видели живой, и указывался примерный промежуток времени, в который произошло похищение. Живой Энди Белл последней видела сестра Бека примерно в 10.30 вечера 20 апреля 2012 года. Это подтверждается и данными представителей полиции, выступивших на пресс-конференции во вторник 24 апреля, на записях, изъятых с камер видеонаблюдения, что установлены возле банка STN на главной улице Литтл-Килтона, видно, как машина Энди Белл отъезжает от ее дома примерно без 20.11 вечера. По словам ее родителей, Джейсона и Дон Белл, Энди должна была забрать их с вечеринки в 12.45. Когда дочь не приехала в выговоренное время, родители начали ей названивать, но та не брала трубку. Тогда они начали звонить друзьям девушки в надежде, что кто-нибудь из них знает о ее местонахождении. В субботу в 3 часа ночи Джейсон Белл позвонил в полицию и заявил о пропаже дочери. Выходит, несчастье, приключившееся с Энди Белл той ночью, что бы это ни было, произошло в промежуток между 10.40 и 12.45 ночи. Здесь будет уместно привести запись телефонного разговора, состоявшегося у меня вчера с Анжелой Джонсон. Запись телефонного разговора с сотрудником бюро розыска лиц, пропавших без вести, Анжелой Джонсон. Анжела, здравствуйте. Пипа, привет. Анжела Джонсон? Анжела, да, это я. А вы, как понимаю, Пипа? Пипа, да, спасибо, что ответили на мое письмо. Анжела, всегда пожалуйста. Пипа, не возражаете, если я запишу наш разговор, чтобы потом перепечатать его и вставить в свой проект? Анжела, да, конечно. Извините, но у меня мало времени. Всего минут 10 смогу вам уделить. Так что давайте сразу к делу. Что вы хотите узнать о нашей работе? Пипа, ну, я хотела попросить вас описать, что происходит, когда вам звонят и сообщают об исчезновении человека. Какой порядок действий? Что в первую очередь предпринимает полиция? Анжела, когда кто-нибудь звонит по телефону 999 или 101 и сообщает, что пропал человек, полицейские пытаются выяснить, как можно больше подробностей для того, чтобы оценить потенциальную угрозу жизни и здоровью пропавшего и отреагировать сообразно обстоятельствам. При первом звонке наши сотрудники спрашивают имя, возраст, просят описать человека, рассказать, во что он был в последний раз одет, при каких обстоятельствах пропал. Узнают, типично ли для данного человека пропадать на какое-то время без предупреждения. Также мы выясняем, пользовался ли пропавший на момент исчезновения каким-либо транспортным средством, если да, то каким, и просим это средство описать. Исходя из полученной информации, сотрудники полиции определяют степень потенциального риска. Случаи бывают высокой, средней или низкой степени опасности. Пипа. А при каких обстоятельствах случай считается особо опасным? Анжела. Если для пропавшего характерно нестабильное эмоциональное состояние в связи с возрастом или это человек с ограниченными возможностями. Также если пострадавший в обычной жизни не склонен неожиданно пропадать. Это чаще всего указывает на то, что ему причинен вред. Пипа. Хм, значит, если девушке 17, и по характеру она не склонна спонтанно убегать из дома, ее исчезновение будет считаться особо опасным случаем? Анжела. Да, безусловно. Ведь речь идет о несовершеннолетней. Пипа. И как полиция реагирует в особо опасных случаях? Анжела. К месту, откуда ушел пропавший, немедленно направляется полицейский отряд. Задача полицейских – собрать как можно более подробную информацию о пропавшем, разузнать о друзьях, родных, о состоянии здоровья, а также о финансовом положении. Последнее необходимо для того, чтобы обнаружить человека, если тот попытается снять деньги со своих банковских счетов. Также нашим сотрудникам понадобятся сделанные незадолго до исчезновения фотографии разыскиваемого. Кроме того, если случай рассматривается как особо опасный, берут образцы ДНК, чтобы при необходимости в дальнейшем можно было провести судебно-медицинскую экспертизу. Из согласия владельцев дом тщательно обследуют, дабы убедиться, что пропавшего там не прячут, либо он сам не скрывается, ищут малейшие зацепки, указывающие на возможное местонахождение разыскиваемого. Вот обычный порядок наших действий. Пипа. Значит, полицейские изначально предполагают, что, возможно, было совершено преступление? Анжела. Именно так. Если обстоятельства исчезновения кажутся подозрительными, у сотрудников полиции есть негласное правило. Сомневаешься, считай, что это убийство. Конечно, лишь малый процент случаев исчезновения, в конце концов, оборачивается делами об убийстве. Но наши сотрудники научены, как можно раньше начинать собирать улики. Пипа. А что происходит дальше? Если по месту жительства ничего существенного найти не удается? Анжела. Поиск расширяют. Могут запросить распечатки телефонных звонков и сообщений. Опрашивают друзей, соседей, всех, кто может обладать нужной информацией. Когда пропадает подросток, чаще всего оказывается, что родители не знакомы со всеми друзьями и приятелями своего ребенка. А ведь именно через сверстников, как правило, удается выйти на очень важные контакты. Тайных бойфрендов и все в таком духе. Также тщательно продумывается и обсуждается стратегия прессы, потому что обращение через СМИ бывает очень действенно в таких случаях. Пипа. Выходит, если пропала 17-летняя девушка, полиция почти сразу свяжется с ее парнем и друзьями? Анжела. Конечно. Будут сделаны соответствующие запросы, потому что если пропавшая сбежала сама, скорее всего, она скрывается у кого-то из знакомых. Пипа. А в каком случае полиция приходит к выводу, что совершено убийство и надо искать труп? Анжела. Ну, показатель здесь только время. Это не... Ой, Пипа. Извините, мне пора бежать. Вызывают на совещание. Пипа. Да, конечно. Большое спасибо, что уделили время. Анжела. Если у вас еще остались вопросы, отправьте на почту. Отвечу, как только смогу. Пипа. Хорошо. Еще раз спасибо. Анжела. До свидания. Статистика из интернета. 80% пропавших находят в первые 24 часа. 97% в течение первой недели. 99% дел об исчезновении закрывают в течение первого года. Остается 1%. 1% людей, пропавших без вести, не находят никогда. Тут важна еще одна цифра. Только 0,25% случаев исчезновения заканчиваются летальным исходом. Где же в этой статистике место Энди Белл? Она зависла между 1% и 0,25%? Почти незримо, немного отклоняясь то в одну, то в другую сторону. На данный момент считается, что ее случай относится к злополучным 0,25%, хотя ее тело так и не нашли. А все почему? Из-за Сэла Сингха.